Добрый вечер, это ЕТВ, телевидение мнений. С вами мы обсуждаем самые важные и насущные вопросы, которые вас волнуют. Меня зовут Татьяна Солодянкина, это программа «Сумма мнений». Сегодня в программе. Докхантеры, убийцы или санитары мегаполиса. Нужно ли их наказывать и как спасти от них своего питомца? В оперном театре поселились хипстеры. Модные тренды предстоящей премьеры «Регалета» изучила Оксана Маклакова. Есть разговор, почему мыслящие горожане активны только в сети. Правда ли так важно делиться с миром своим мнением? О важности или тщетности разговора в сети мы поговорим немного позже. А сейчас перейдем к проблеме, которая уже давно волнует не только Екатеринбург, но и вся Россия буквально была взбудоражена в течение всей прошлой недели. Очередная акция «Докхантеров», которую они объявили о массовой зачистке и погубившей сотни собак в течение этого всего времени, взбудоражила наш город тоже. Как бороться с «Докхантерами», как решать проблему бродячих собак, сегодня мы будем выяснять с нашими экспертами. Сначала предлагаю вам принять участие в нашем голосовании. Оно открыто у нас на сайте. Сегодня мы у вас спрашиваем, кто должен решать проблему бродячих собак. Власти на законодательном уровне, «Докхантеры» или «Зоозащитники». Отвечайте, голосуйте и пишите в эфир, оставляйте свои комментарии на Екбург ТВ или звоните по телефону 376-45-88. И перед началом разговора, я так понимаю, что достаточно тяжелого, кстати говоря, детей и беременных женщин можно от экранов отвести, предлагаю вам посмотреть сюжет. В нижних серьгах в результате акции «Докхантеров» погибли несколько десятков собак, и среди них были домашние питомцы. Степочка, Степочка, солнышко мое, ну что ты плачешь? Ты плачешь? У тебя слезы в глазках? Сейчас Степка уже поднимает голову, хотя еще час назад не мог даже этого. Дело в том, что в собаку стреляли прямо возле дома. Практически на глазах у хозяйки. Женщина едва успела спасти своего питомца. У него началась какая-то пена изо рта, он вставал на голову, он потерялся в пространстве. Он начал налетать, кувыркаться, он разгромил весь двор абсолютно. Я от раза три поняла, что он умер, потому что он ложился на спину, с открытым в том, с открытыми глазами, и мне казалось, что он умер. Судя по всему, стреляли не из огнестрельного оружия, а из духового. Вместо пуль – капсулы с ядом. Женщина почти бездыханному псу успела сделать укол антидота. Это и спасло Степке жизнь. Пока. Что с ним будет дальше, не берутся сказать даже ветеринары. Последствия отравления ядом могут проявиться в любой момент. По словам местных жителей, этой ночью в городе случилась настоящая бойня. Стреляли, не разбирая, бродячая собака или домашняя. Убивали животных в ошейниках и даже тех, кто был на привязи. Зашла только раздеваться, начала через минут десять. У меня чёрная собака завизжала. Я думала сначала, что обижает её. Я выскочила, он вот так валяется, вот крутится прям. Вот всё, вот лапами скребёт. Крови я не видела. Вот пена вся шла, вот он начал, и он как начал дёргаться, это вот эпилепсия. Погибших собак несколько десятков. Тела находят у гаражей, у мусорных контейнеров, даже на детских площадках. Кто виноват в массовой гибели животных, пока неизвестно. В администрации города уверяют, никаких официальных распоряжений на отлов или отстрел бродячих собак никто не отдавал. Сегодня узнал только из интернета, как и все. И администрация не организовывала ни отлов, ни отстрел. В совместности с органами мы попробуем расследовать это дело. Судя по всему, массовое убийство собак приурочено к общероссийской акции, анонсированной докхантерами в социальных сетях. Такие же зачистки от бродяжек зафиксированы в Нижнем Тагиле и Среднеуральске. Хозяева убитых животных уже подали заявление в полицию. А пока идёт разбирательство оставшихся в живых собак, люди стараются не выпускать лишний раз из дома. Итак, докхантеры-убийцы или санитары-мегаполису. Эту тему мы сейчас обсуждаем в прямом эфире с нашими экспертами. Но напомню вам, что вы можете звонить по телефону 376-45-88 и высказывать своё мнение по этому вопросу. У нас в гостях сегодня Мария Шароватова, представитель группы «Анти-дох-хантеры», Марина Шерифулина, руководитель фонда помощи бездомным животным, Михаил Бараковских, начальник службы участковых и уполномоченных подразделения по делам несовершеннолетних управлений МВД России по Екатеринбургу, и Евгения Гуда, волонтёр службы по отлову собак. Вопрос сразу, видимо, ко всем. Если акция была анонсирована, по соцсетям были разосланы разнообразные акценты и анонсы расставлены, и объявления были, почему нельзя было её как-то предотвратить зоозащитникам, полиции? А как? Вот докхантеры проанонсировали, они не указали место, они указали только время. Они указали только когда-то, 20 января, то есть мы были на телефоне, я не выключала телефон круглые сутки, я ждала звонков от населения, не поступил ни одного звонка. У меня телефон тоже постоянно включен. То есть население, которое увидело бы мучающуюся собаку. А как мы остановим? Они объявили время, у нас, знаете, у нас полторы калеки в фонде, мы не можем дежурить круглосуточно и корулить всех бродячих собак. А волонтёры? Волонтёров полторы калеки. Я одна. Я одна мотаюсь по всей области. У нас в фонде Мересик-Экетербург, Евгения Степановна, а у нас в фонде 5 человек, 5 девочек. Всё. И то это наша благотворительность. Да, хорошо, что есть человек, который может помочь машине, но она не всегда может помочь. И ещё один мальчик, с которым мы мотаемся, отлавливаем достаточно тяжёлый случай. Это предотвращать, это надо, извините меня, наряды, огромные наряды, которые прочесывали бы и круглосуточно стояли корули этих собак, бродячих собак. Закон как-то расценивает убийство массовых собак? Вообще какие-то наказания духхантерам грозят? Прецеденты были по обращению, Михаил? На территории города Екатеринбурга за 2004 год невозбуждено ни одного уголовного дела. Предусмотрено статьей 245 Уголовного кодекса. Ну, во-первых, мы не фиксировали обращение за 2014 год. По информации среди делов полиции, которыми есть, не было фиксировано ни одного заявления. То есть люди сами не проявляют никакой активности? Не идут в полицию, не пишут заявления? Да, ну, я думаю, писали бы, если бы это касалось животных домашних. Видимо, мало кто обращает внимание на бродячих. Я писала два года назад. У меня были отравлены две мои домашние собаки. У меня было заключение, медицинское заключение ветеринарами, что это был яд. У меня погибло две собаки. Я написала заявление в полицию, был сюжет по телевидению, но, к сожалению, всё это осталось без ответа. Да, и нужно отметить, что 20 января в эту акцию был громкий случай в городе Среднеуральске, когда женщина выгуливала в лесополосе двух своих пожилых домашних собачек, которые не представляли никакой опасности ни для людей, ни для собак. Вдруг, неизвестно откуда, выехал вот этот вот дакхантер и выстрелил в этих собачек. Одна лабрадорша Ляля, которой было 10 лет, сразу погибла на месте, а вторая собачка получила тяжелые ранения. Эта женщина обратилась? Да, эта женщина сделала правильно, она сразу же обратилась в правоохранительные органы. Живодёра оштрафовали всего на 5 тысяч рублей, что мы считаем очень-очень мало, но всё-таки завели, да, следствие начало работу свою по этому случаю. Ну вот, хотя бы один случай был зафиксирован. Мы заметили в сюжете, что там эти домашние животные пострадали, то есть они стреляли независимо, хотя они себя позиционируют, что они санитары города, якобы бродячих, но ведь стреляли-то ведь они без разбора. Бродячая собака, домашняя, в ошейнике, без ошейника, они просто стреляли. Мы обращались два раза в полицию, у нас была собака с переездным горлом, которую я изымала, вторую собаку расстреляли на глазах у детей на детской площадке. Три девочки получили психологическую травму, всё это осталось, мы подали заявление. Причём собака была расстреляна общеопасным способом, рассеявшаяся дробь могла поразить детей. И ничего, нам сказали, ну и что же. Вам сказали это в полиции, когда вы подавали заявление? Да, нам отказали в возбуждении уголовного дела. В городе Берёзовском, если я не ошибаюсь. Да, в городе Берёзовском. Оба раза отказали. Ещё над нами посмеялись полиция. А как вообще это можно расценивать, что в полиции других городов области не реагируют? К сожалению, не могу комментировать. Нет, разумеется, что вы не можете отвечать за коллег. Соответственно, сотрудники главка мной будут проинформированы. Я думаю, мы пройдём проверку по данному поводу. Я думаю, что вам после эфира обязательно нужно поговорить на эту тему и оставить свои контакты. Обязательно. А мы поговорим. У нас были огнестрелы в Берёзовском, по собакам стреляли. Нам пришлось усыпить московскую сторожевую молодую собаку. У неё было три пули. И ещё стреляли в Шиловке, в районе Шиловке. Полиция отказалась комментировать вообще. Ну и что же? Я могу ещё привести случай. Извините. Летом на глазах у девушки собаку выкинули с этажа прямо при ней. То есть она парковала машину и повернулась, и слушала шум и лежащего пострадавшего щенка. В Екатеринбурге? В Екатеринбурге это проходило Малышева Бажова. Тут же была вызвана полиция. Полиция приехала, убрала труп. Девушка написала заявление. Дело было не возбуждено. Сказали, что нужно, чтобы видели дети обязательно, минимум двух свидетелей. Свидетель был один. Кстати говоря, сами докхантеры считают, что они выполняют очень важную миссию, от которой отказались все остальные службы города. То есть они сокращают популяцию бродячих собак. Поэтому мы попросили прокомментировать последнюю акцию по массовому убийству собак. Представители движения докхантеры заодно выяснили их цели и мотивы. Никакой акции не было. Это выдумали сами, я так понял, что так называемые зоозащитники. Никаких акций не планируется. Все происходит регулярно абсолютно. Никаких специальных акций, специальных дней. У нас каждый сам по себе. То есть никакого нет сборища, тайных вечерей, как пытаются выставить журналисты. Каких-то выездов на больших черных джипах с отстрелом невинных несчастных собачек. Это все бред. Да никакой особой философии нет. Просто люди хотят обеспечить себе и своим близким элементарно безопасную среду обитания. Не надо демонизировать их как-то. Это обычные люди, обычные среднестатические горожане абсолютно. Я могу сразу сказать, что я отвечаю только за свою территорию. То есть мой квартал и 8 соседних. То есть куда я хожу, куда у меня дети ходят. В школу, в садик. Куда мы ходим на рынок, в магазин, в кинотеатр. То есть парк, объекты досуга. То есть это получается территория около 8 кварталов. За три года, я честно не считал, но от 50 до 70 штук пришлось убрать. Это абсолютно гуманно. Негуманно, когда собаки порвут человека, откусят ногу или руку, или придется делать укол от большинства человек. У нас по конституции человек является высшей ценностью, а собаки – это просто животное. 99% бродячих собак в городе уничтожаются тупо. То есть это не секрет никакой. Он для собак абсолютно безболезнен. Если даже заключение, сейчас на память не могу привести, но институт есть на Украине, по-моему. Они провели исследование, есть даже официальное заключение. Может использоваться для усыпления собак. Так как собака, ну как говорят докхантеры, уходит на радугу абсолютно безболезненно. То есть мозг отключен, несмотря на как бы не очень такие неприятные внешние эффекты. То есть собака издает какие-то звуки неприятные, лежит на боку, там перебирает лапами, и это все происходит, когда мозг у собаки уже умер. Собака уходит на радугу безболезненно, чтобы вы знали, друзья. Это неправда. Подключайтесь, пожалуйста, к нашему разговору. Звоните по телефону в прямой эфир 376-45-88 или оставляйте свои комментарии на Якбург-ТВ. Неправда что? Что собака не уходит безболезненно? Безболезненно не уходит. Мы это видим. Мы этих собак подбираем, мы их пытаемся вытащить с радуги. К сожалению, мучения жуткие. Собака задыхается. Задыхается. В полном сознании причем. Да, то есть полное сознание. И нужно отметить, что когда докхантер вот это все делает, когда он издевается над животным, убивает его, он получает при этом удовольствие. Да, еще какое удовольствие. И нужно отметить, что... Вы как-то фиксируете это его удовольствие? Откуда вы знаете, что это происходит? Они же вписываются в интернете. А вот я цитирую, как говорит профессор психологии Михаил Виноградов, что убийцам четвероногих ставят один из трех диагнозов. Это органические поражения головного мозга, тяжелая форма психопатии или шизофрения. То есть я напомню, что все маньяки, педофилы, это в прошлом какие-то бывшие докхантеры. У нас есть звонок в прямом эфире. Сейчас мы послушаем нашего зрителя. Добрый вечер. Добрый вечер. Я согласна с тем, что только что я слышала в эфире. Можно вас попросить представиться? Маньякин хантеры совершенно больные люди. Если они таким бесчеловечным способом пытаются уничтожить собаку. У меня тоже есть собака. Можно вас попросить представиться? Елена. Елена, очень приятно. Преподаватель детской музыкальной школы. У вас есть собака? У меня есть собака, да. И меня это совершенно просто выкупает из колеи. Потому что если сейчас они спокойно, с добрым сердцем, уничтожают собак таким нечеловеческим способом, а завтра им не понравятся наши узбеки, которые здесь живут, таджики, и они их точно так же легко начнут уничтожать. Ничего святого не существует. Елена, вы затрагиваете действительно очень важный вопрос, потому что грань между убийством собаки и человеком, она достаточно очень... Я считаю, что ее вообще нет. Это убивать наших друзей, наших помощников, наших любимцев. Даже, ну, во-первых, это живое сердце. Вы как-то пытаетесь свою собаку обезопасить сейчас? Ну, она гуляет на поводке. У нас довольно старый уже пес. И тем не менее, мы живем рядом с монеткой, где оказывается, ну, с райтом теперешним. Там тоже посыпали. Очень страшно, просто страшно. Спасибо вам большое за ваше мнение. Эти люди не остановятся ни перед чем. Возможно. Как вы считаете? Представьте себе. Вот есть у нас слепые с поводрями собаками. Вот, пожалуйста. Вы думаете, и для этих людей, и эти люди с собаками не имеют? Они рассыпают яд, который достаточно понюхать собаки, и все. Да это смерть. Это смерть для собаки. Они же на яде не подписывают. Это для бездомной собаки, а это для домашней собаки поводыря. И то, что сказал Валерий, ну, а он воспитывает детей. Каких детей он воспитает? Хорошо. Если он считает, что он прав. Я могу сказать, скорее всего, речь идет о том, что вообще докхантерами, ну, общепринято считать, что люди становятся после того, как они сами страдают от укусов бродячих собак. Либо их дети страдают. В репортаже это не было слышно. Это люди, занимающие определенную жизненную позицию, неправильную, с нашей точки зрения. Ну, а как быть тем, действительно, те, кто пострадал и, например, не знает, как... А есть статистика. Статистика обращения укусов бездомных животных. В основном, если вы посмотрите, статистика обращения домашними собаками, хозяева которых нарушают правила выгула. Без поводков, без ошейников и без наморника. Поэтому человек, будучи в состоянии аффекта, стреляет уже без разбора. И, в общем-то, возможно, он и таких невоспитанных собак отстреливает. Это не оправдать такое. Я не оправдываю. Я просто вам предлагаю поразмышлять на эту тему. Состояние, чаще всего, не в состоянии аффекта, а осознанно. В состоянии аффекта он должен подготовиться, найти яд, найти ружьё, зарядить дротики, выбрать время ночью. Это не в состоянии аффекта. Эти дротики надо купить. Их каждому не продадут. Дротики не продают оба кому. Вышли на убийство. Да, это нужно. Конечно. Правильно сказали. Оно подготавливается. Во-вторых, смотрите. Уничтожаются собаки. Будут крысы. Это худшее зло, чем собаки. Я просто не знала, что собаки уничтожают крысы. Есть биологическая цепочка определенная. Понятно, что не должно быть бездомных собак. Но такими способами нельзя решать проблему города. А как решать проблему, если покусали ребёнка? Что делать? Почему ребёнок один гулял? А почему он гулял один? Первое – это оказать ему помощь. Это да. И разобраться, почему ребёнок оказался один. Разобраться, какая собака укусила. Почему? То есть сомневаюсь, что бездомная собака вдруг набросится на ребёнка. Они трусливые. Бездомные собаки, они трусливые. Они боятся. Давайте уточним. Когда они в стае, они не трусливые. Абсолютно. Не дай бог в стаю попасть. Зачем ребёнок в стаю пошёл? Понятно, что стая не ребёнок, а более взрослый человек, которого покусали. Я всё понимаю. Стая, да. Стая, которая может быть определённо агрессивна. Но они агрессивны почему? Они голодные. Они бездомные. Вот. И, ну, хорошо. Возректируем. Если напала стая, что делать после того, как ты оказал себе первую помощь? Пусть не ребёнок, пусть взрослый. Хорошо. Обратитесь к зоозащитникам. Обратитесь к властям. Что в такой-то участке есть такая-то стая. Давайте решать проблему. А не так, давайте брать ружьё и будем расстреливать. Нет, я не говорю о том, что расстреливать. Что делать с бродячими стаями? И, кстати говоря, вы не знаете, у вас тоже статистики нет? Стало больше стай в Екатеринбурге или меньше? А статистику эту никто не проводит. Кто их считает? Когда город в последний раз считал количество бездомных животных? Нам некогда. Нам просто некогда. К сожалению, я думаю, нам здесь не хватает представителей администрации. Да. Кто занимается вот именно отлом. Можно сказать, что ни в коем случае нельзя грести всех собак под одну гребёнку. Да, есть, конечно, и дикие собаки, которых отлавливает спецавтобаза. А есть, которые домашние беззащитные собачки, которые, ещё раз повторюсь, не представляют никакой угрозы для общества, для человека. Сейчас мы узнаем, представляет или нет, потому что у нас звонок в прямой эфир от Докхантера. Добрый вечер. Алло. Здравствуйте, мы вас слушаем. Как вас зовут? Меня зовут Валерий. Я тот самый, значит, Докхантер. Который мы видели только что, да. Да, который мы видели только что, значит, послушал я вот женщин, злозащитниц, у вас прямой эфир, да. И, значит, они несут бред, который уже сто раз обсасывался в, скажем так, сообществах наших, да. Есть такая книга, сети она доступна абсолютно, называется Докхантер. Там ничего страшного нет. Вот все вот эти бредни, которые несут женщины, что тая и собак небезопасны. Кстати, вот мужчина, мужчина полицейский совершенно верно тут же сказал, что стаи собак опасны. То есть ясно видно, что человек в теме. Значит, женщины, говорят, чудесные, придумали какой-то бред про то, что собаки безобидные, собаки трусливые. Валерий, если вы перейдете от формулировок о том, что кто несет бред, все-таки к тому, что вы хотели сказать, да. Да. Значит, по поводу препарата из-за неозидения БББ, я так понял, что вы запикиваете это название. Хорошо. Значит, женщины говорят, что собака испытывает страшные мучения. А теперь. Есть функциональный университет биоресурсов производопользования Украины, который прилипает следом. Там черным по белому написано. На собак данный препарат начинает действовать. Я цитирую. Через полтора-два часа. Поступление глюкозы в клетке мозга животного замедляется. У него отключаются участки мозга, происходит паралич дыхательных мощностей, начинается с логи, удивление переназарта. Собаку на это недостатка глюкозы, отравлениями таборитами. Далее. Точка. Черным по белому боли собака при этом не испытывает. Конвульсии животного происходят при отключенном сознании, отсутствии рефлексов, чувств и неприносливших его боли. Все. Попробую закрепить. Бибить. Это абсолютно без болезни. Вы сами? Или вы кто-то... Нет, насколько я поняла, он цитирует. Вы цитируете, а какие-то болевые датчики были, еще что-то. То есть кто-то придумал. Валерий, а можно вам задать вопрос? Скажите, пожалуйста, это у вас давно началось? Может быть, у вас в детстве были какие-то травмы головы? Вас били? Что послужило, что вы стали таким асоциальным человеком? Я объяснил. Я в своем интервью сказал, с чего у меня это началось. Могу повторить, хотите, могу повторить, нет проблем. Почему вы стали асоциальным человеком? Скажите нам, пожалуйста. Значит, послушайте меня. Когда ко мне пришла сестра домой и сказала, что она побежала за маршруткой, ее попусали бездомной собакой. Я только посмеялся. Что-то не видел, она сейчас ставит собачек. Ты же не знаешь, что при собаке бегать нельзя. Потом, когда мы с женой шли из нашего супермаркета, она говорит, слушай, пойдем не прямой дорогой, а в обход. Я говорю, что такое? Да там ставят собак, шарятся, хватают на сумку. Иногда за сумку не надо бывает. Я тоже, ну ладно, пошли. Ну вот когда я уже говорил, мы с ребенком ехали на велосипедах. Он ехал буквально двух-трех метров впереди меня. Это было в живом квартале. И на него вот эти вот собаки бросились. Он упал. Тут никакие, значит, мысли о том, чтобы оставить этих собачьих живых, у меня уже не возникало. А почему вы не обратились к властям, извините? А почему вы решили сразу отстрелить? Подождите. Кому вы обращались? Во-вторых, мою интервью обрезали. Я обращался к участковому, к нашему. Участковый сказал, родной, я все понимаю, но пока я никого не покусаю, ничего сделать не могу. Потом я уже пошел нашим. Решают собаки. А участковый, извините, перебил, он что, вправе решать эту проблему? У нас есть специально органы. Я думаю, что мы сейчас это обсудим между собой. Валерий, у меня к вам, знаете, какого рода вопрос? Вы с нами сейчас? Да, да, с нами. Я бы хотела спросить у вас. Мы сейчас обсуждаем грань между убийствами собак и людей, докхантерами. Вы чувствуете ее или она стирается? Как вы думаете? А я вам скажу так, что юридический термин убийства примен только к человеку. И вот товарищ полицейский может вам это подтвердить. А животное нельзя убить. Животное можно только. Скажем так, ликвидировать. Уничтожить, это называется. Уничтожить, да, уничтожить. То есть животное, это животное. Давайте теперь это самое, крыш не будем травить, комаров не будем убивать. А если это домашнее животное, как вот говорили наши гости? Домашних животных, я еще раз повторяю, домашних животных мы не трогаем. Если ваша собака пристегнута к хозяину поводком, если она в наборнике в соответствии с законодательством, ей ничего не грозит. Можете быть спокойны. Валерий, спасибо вам большое, что вы нам позвонили. Звоните нам по телефону 376-45-88. У вас еще есть время принять участие в прямом эфире. Друзья, давайте мы сейчас между собой это обсудим, потому что мы не можем Валерию предоставлять так долго эфирное время. Мне не внушают доверие вообще его все слова, потому что человек, который считает, что он делает правое дело, он скрывается за черными очками. Он объяснил, что ребенок покусан. Нет, ребенок покусан, да. Вы знаете, кстати, дух-хантеры, они очень любят прикрываться детьми. Да, это у них первое прикрытие, это типа дети. Да, но они не понимают, какой пример они тем самым показывают детям. Если их ребенок возьмет ружье, выйдет на улицу, начнет стрелять в голубей, в кошечек, в собачек, потом это будут и его сверстники, дети в школе, учителя, родители. Так это все понятно. Это понятно, они не трудно. Да, они решают, что какие проблемы это надо решать, но не таким способом. Сейчас мы узнаем, у нас есть еще один звонок, прямой эфир. Добрый вечер. Добрый вечер, Татьяна, это Лариса. Здравствуйте, Лариса, слушаем вас. Вот я хочу задать такой вопрос. У меня дочка завела собаку. Кому вы хотите задать вопрос? Ну, защитникам или всем. Мы выходим во двор гулять, целая стая собак на нас нападает. У нас школьный двор, рядом школа. Я сколько раз звонила в муниципальные, вот на посадку. Они приезжают с этим, с очком. С очком ловят, побегали и уехали. Все. А стая остается? И вот как нам быть, стая-то остается? А встречный вопрос, а с чем они должны приезжать? С ружьем, как Докхантеры? Не, ну, а как тогда? Они говорят, мы сейчас не имеем права их отстреливать. Не имеют. У нас с решением суда запрещен отстрел. У нас разговор заходит в тупик. Ну, а как тогда их ловить? Когда вы сказали, что... Лариса, спасибо вам большое. Это ваш единственный вопрос был. Спасибо. Мы заходим в тупик. Вы сказали, что почему нельзя отстреливать собак, надо обращаться в муниципальные органы, либо в полицию. Люди обращаются в полицию, они не получают никакого ответа. Нет, хорошо, скажите, пожалуйста, с чем приезжают они, с очком? А почему спецавтобаза не может вооружиться современными средствами? У нас очень много там. А какие у нас современные средства? А вы посмотрите, пожалуйста, что выпускает у нас завод Дзержинский. Познакомьте нашу аудиторию с этим, потому что я думаю, что так же, как и я, никто не знает об этом. Гуманным способом мы пользуемся к силу, ромитар. Это раз. Во-вторых, значит, есть специально с петлей накидываться на шею собаки. Плюс ко всему сети. Есть ловушки. Почему-то мы покупаем за свой счет, а город не может купить для спецавтобазы. Я правильно понимаю, что надо звонить не в муниципальные службы, не в полицию, а в спецавтобазу? Не звонить, а писать заявку. Это раз. Во-вторых, почему спецавтобазу не может город обеспечить современными средствами от лова? Почему? Серови. Естественно. Надо экономить. Не надо экономить. У нас есть еще один звонок. Прошу прощения, что я вас прерываю. Добрый вечер. Здравствуйте. Александр. Очень приятно. Я бы хотел задать вообще Валерию, вот этому человеку, Докхантеру, вопрос такой. Сложно задать Валерию, он не у нас в эфире. Ну я все понимаю, только мне не организация, я надеюсь, он меня услышит. Вообще, этот человек задумывается, кидая яд, допустим, на снег, что снег растает, уйдет все в землю, неблагоприятствует. Где вообще у него гарантии, что тот же ребенок не лизнет в снег? Может быть, даже это будет взрослый, то есть играючи, там, комочки туда-сюда и все. Ну да, в общем, когда снег растает, дети продолжают играть в травки. Я нисколечко его не поддерживаю. А теперь по собакам, которые говорят на поводках, хорошие и все такое и прочее. То есть, может быть, это будет выглядеть как-то, вернее, звучит вошло или как-то. Но ведь придет весна, и она покажет, кто где нагадил. У нас, я слышал, что закон был, что каждый собаковод должен выходить с пакетик. На нашем районе никто не выходит, этого не делает. Вы все любите собачек. Ну, господа, давайте убирать за собачками. За своими я убираю. Мы убираем за своими, хоть и с пакетами, и с собачками. Спасибо. Спасибо, Александр. Я думаю, что это вообще малое количество людей так делают. Мы гуляем, мы убираем, потому что мы знаем эту проблему. Да, я согласна с Александром. Конечно, фекалии это очень неприятно. Но нужно сказать, что на всех зонах для выгула собак должны быть все-таки специальные пакеты. Давайте начнем с того. Они у нас есть? Вы знаете, есть ведущие, которые... В Европе они есть, у нас, к сожалению, их нет еще. В городе Екатеринбурге есть одна. Слушайте, у нас дома дофига, я имею в виду, очень много пакетов, которые мы приносим из магазинов, которые нигде не используются. Во всех просвещенных странах это делают. У нас есть ведущий, Саша, известный, он, в общем, снабжает весь подъезд по собственной инициативе, с собачками и вот этими пакетиками. У нас еще есть звонок в прямой эфир. Добрый вечер. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня вопрос к милиции, да? Будьте добры, представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Алексей. Алексей. Вот, допустим, я иду с ребенком по улице, да, по тротуару. И вот иду, и у нас собачка. Ну, на данный момент у меня шпиц. Шпиц маленькая. Ну, конечно. Вот. И едет вот тот же самый, как бы, вот, она маленькая безнамордника. И едет тот же самый докхантер, да, этот. И стреляет там, допустим, в мою собаку, там, в чужую. И ну, и все на глазах у ребенка. Что делать? Вы хотите спросить, что делать в этой ситуации? Конечно. Да. Вы послушайте. Ребенок это все видит, что, что как? Его действуя образуют состав преступления, предусмотренного частью первой статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Запоминайте, Алексей. Запоминайте номер машины, приметы, описание человека, обращайтесь в ближайшее отделение полиции. Нет, а ребенку-то, как это вы объясните? Есть возможность наказать этого человека после того, как Алексей, не дай бог, обратится к вам с заявлением? Будет привлечен. Мы проведем соответствующую проверку, будет принято решение. А какого рода могут... О возбуждении уголовном. Уголовном, да, указание. Какое наказание? Ну, по санкции статьи, если по первой части, да, это штраф до 80 тысяч рублей, принудительные работы до полугода. И все. И все. Алексей, спасибо вам за звонок. Я так понимаю, что у нас остается не очень много времени, а у нас еще есть опрос. Насколько я понимаю, да. Мы спрашивали у горожан, как решать проблему бездомных собак. Поэтому, что думает город, кроме наших телезрителей, которые нам звонили. Сейчас мы узнаем. Конечно, стоит отлавливать, потому что болезнью у них могут быть всякие бешенства, такие как еще что-то, укусит еще кого-то. Моя собака убежала два года назад, и я не смогла ее найти. Поэтому думаю, что, ну, конечно, погибла. Отлавливать, конечно. Ну, где-то содержать, но не убивать, это точно. У меня знакомых тоже были, которых кусали действительно бродящие собаки. Отстреливать их, убивать ядом, я считаю, это кощунство. Это просто как бы бездушно. А нужно, мне кажется, больше на территории Катеринбурга, где-то области, пригороде Катеринбурга, создавать собачьих питомников. Ну, я думаю, отлавливать, наверное, какие-то, сеть каких-то питомников можно организовать для того, чтобы, соответственно, эти животные там находились в покое, кормливались и потом расходились. Отлов, конечно, но все равно это как-то должно быть гуманно. Потому что брать, отстреливать, это уже к более диким собакам, которые уже на улице выросли и которые не могут жить в человеческом, рядом с людьми. Я вообще считаю, что нужно как бы создавать больше питомников, таких, можно сказать, для бездомных животных. То есть нужно выделять средства из госбюджета, чтобы с этим как-то боролось государство. Личная против убийства животных, если честно. Отлавливать, может быть, да. Распределять их по возможности куда-то. Но убивать нет. Убивать животных жестоко. Сейчас мы поговорим чуть позже о приютах и спецприемниках для собак. У нас есть звонок в прямой эфир. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Сергей. Слушаем вас. Я хочу высказать свое мнение по поводу убийства собак и этих так называемых док-кантеров. Я считаю, что убийства животных, это вообще просто нечеловечные. Те, кто убивают их, это просто не люди. Потому что животные, это ведь, как известно, лучший друг человека. И вот те же самые бездомные собаки, которые на улицах нападают на людей, это же люди выбрасывали этих собак. Когда-то выбросили, и животные просто бездомные. У них нет дома, они ничего не виноваты. Их Бог такими создал, что они такие вот стали. Я считаю, что нужно просто больше питомников и собак стерилизовать, вести какой-то контроль, учет за животными, даже бездомными. И тогда как бы все должно измениться, поменяться. Животные не будут нападать, кормить их. Спасибо вам большое за эту человеколюбивую позицию. Мы как раз хотели поговорить о питомниках, потому что горожане тоже считают, что это, в общем, панацея. Но мы буквально на прошлой неделе видели ужасающий репортаж о том, что человек, который содержал питомник, и вы были тому свидетель, собрал деньги для содержания 30, по-моему, собак. 20. И довел их до состояния ужасающего. Надо это позиционировать как питомник. Наша беда в том, что у нас нет муниципального приюта. А то, что касается частного приюта на Чкалово, частного, я подчеркиваю, частного, это только из-за того, что у нас нет муниципального приюта, в котором содержались бы бродячие собаки. Не 21 день, как на спецавтобазе, и потом собака уничтожается. А определенное количество жизней уходило бы своей смертью, как положено живому существо. А иначе этот человек пытался решить проблему? Он не пытался решить проблему, он зарабатывал деньги. Есть ли частные приюты подобного рода у нас в области? У нас есть частные приюты, но такие, как на Чкалово. Это проблема возникает только из-за того, потому что город практически не решает эту проблему. У нас нет муниципального приюта. У нас выделяются огромные деньги городу на убийство собак. У нас маленькие, малые деньги. Если в том году было выделено почти 8 миллионов спецавтобазе на убийство, сколько было выделено на стерилизацию? Мало очень. По-моему, 100 тысяч. Я не буду врать, но гораздо меньше. Нет, было выделено побольше, не 100 тысяч. Я считаю, что у нас появлялись действительно профессиональные приюты. Нужно привлекать в эту сторону инвесторов. У нас есть очень хорошие компании, которые могут себе позволить выделить какую-то часть средств на создание, на развитие этих приютов. А также у нас много очень неравнодушных среди нашего населения, которые тоже готовы активно помогать приютам. И поэтому я считаю, что проблема приютов должна быть в центре внимания. Эту проблему нужно развивать. Проблема, на самом деле, то, что вы формулируете, она гораздо действительно шире, как Михаил правильно заметил, пока мы смотрели сюжет. Потому что законопроект в Думе в состоянии бесконечного принятия находится. И, кстати говоря, сами депутаты в этом законе, они признаются в том, что собака не формулируется там как живое существо. То, о чём нам говорил Валерий, который звонил, говорил, что собаки... Собаки у нас по гражданскому... Я могу сказать, даже уголовный кодекс её позиционирует как живое существо. А по гражданскому кодексу собака – это имущество, чемодан. И хозяин, что хочу, то и сделает. Да, поэтому пробелы в законах, они вот подобного рода, мы имеем такую ситуацию. У нас есть ещё один звонок в эфире. Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут? Меня зовут Оксана. Я вот считаю, что нужно собирать подписи и обращаться в администрацию, чтобы действительно создали муниципальный приют. Потому что, вот насколько я знаю, в Первоуральске есть приют. И вот там тоже просто никто ничего не помогает, откуда только своими силами. И он на частные деньги содержится? Да, только на частные деньги, но в то же время там действительно приют. И собаки содержатся не так в 21 день, а до пристройства. Ну, то есть это передержка называется, если я не ошибаюсь. Нет, это муниципальный приют. Это Первоуральский городской приют. Спасибо вам большое. Мы, кстати говоря, уже, видимо, подводим итоги. Давайте каждый из вас выскажется коротко по поводу этой проблемы. Как её можно решить, на ваш взгляд? Ну, проблему вот мы решали в прошлом, когда мы массово стилизовали собак на Эльмаше. Очень много было стилизовано. Это выход. Потому что жизнь станет собаке очень короткая. Это раз. Во-вторых, у нас должна быть спецавтобаза, оснащена всё-таки современными средствами отлова. В-третьих, нужен приют действительно. Но убийство массово – это не выход. Это видят всё дети, мучения собак. И когда собака дёргается в вагоне и видят женщины, плачут дети, плачут. Простите травмы психологические. Плюс ко всему это, извините, жестокость. Откуда бьётся жестокость, если он холоднокровно издевается над котёнком или над щенком? Пожалуйста. Вырастает целое поколение. Конечно. Я могу присоединиться к словам. То есть, это, да, необходимо стерилизация поголовная. Отлов, стерилизация, выпуск. Это необходимы муниципальные приюты. И решение на уровне законодательного. Потому что у нас животное – это чемодан. То есть, животное должно, по закону, быть живым существом. Михаил? Ну, думаю, да, докхантинг – явление антисоциальное. Абсолютно с вами согласна. Я думаю, оно сойдёт на нет. Если всё-таки проблема бродящих животных будет решена. Да. Крываться бродячими животными. Укусами их уже будет бессмысленно, я думаю. Я считаю, что самая лучшая защита от докхантеров – это профилактика таких случаев. То есть, собаководы должны выгуливать собаку, конечно же, в наморднике. И иметь при себе 10 кубиков витамина В6 на 30 кг веса. Это сильнейший антидот от яда докхантеров. Это вы сейчас рассказываете о том, как быстро помочь собаке. Конечно. Если случилась такая ситуация. Да, и в случае отравления вашего питомца, если всё же несчастье произошло, его нужно срочно ввести в ветеринарную клинику. Татьяна, можно ещё добавить? Да. Вот по роду своих занятий я отлавлю собак. И я вам скажу. Я иду в стаю. 9-12 собак не нападают. Не надо врать. Не нападают. Не надо провоцировать собак. Я в этом смысле не могу с вами согласиться, потому что на меня нападала стая собак. Я её не... Что вы сделали? Я шла мимо. Мимо шли. Я остановилась, чтобы не было делать. Никто же не... Страх. Никто же не... У меня не было страха, я была своём. Запах адвенолина человека. Чётко. Я иду в стаю, и стаж на меня бежит. Мы в самом начале анонсировали голосование. Сейчас узнаем, кто должен решать проблему бродячих собак. Власти законодательных на законодательном уровне, дохантера или зоозащитники. Это наши телезрители вот так решили. Ну, то есть, к властям у нас основные чаяния. Друзья, спасибо вам за ваше мнение. В этой сложной проблеме я думаю, что все смогли высказаться. И, в общем, я думаю, что это, ну, в некотором смысле, позитивный опыт, потому что люди, которые с этим никогда не сталкивались, у них теперь есть, ну, хотя бы какие-то варианты решения проблемы. И, в общем, не уставайте в своём вот этом прекрасном деле. Да, мне бы хотелось попрощаться просто с нашими гостями и сказать, подчеркнуть, что дохантеры, желая того или нет, становятся печально знаменитыми и популярными. Но, как стать знаменитым другим способом, об этом нам в своём видеоблоге расскажет Юлия Михалкова. Человек-кузнец своего счастья. Я думаю, что это знают все, но не все по назначению используют эту народную мудрость. Не нужно завидовать знаменитостям, нужно ими становиться. Если у вас есть потенциал, если вы чувствуете, что в вас заложены какие-то задатки, не сидите на месте, реализуйте свои возможности. Сейчас как раз такое время, время возможностей, созданы все условия для любого рода роста человека, в том числе и в нашей области. И меня часто спрашивают, как стать популярным. Начните с малого, и все дороги будут открыты для вас. Могу привести пример. Очень многие играют в КВН и хотят стать известными КВНщиками. Не ждите, что вас сразу пригласят в высшую лигу. Начните с молодежной. И вообще, поверьте, если талант есть, то его обязательно заметят. Перевал Дятлова. Девять студентов так и не завершили свой маршрут. Все было довольно банально. Что же случилось в феврале 59-го года? Как я увидел только вот эту гору, у меня все мои сомнения отпали. Бросая вызов судьбе. Продвижаемся, и действует какая-то энергия. Невзирая на знаки. Буква А. Буква Б. Откуда она взялась? Такого не может быть. Корреспондент ЕТВ Анастасия Матвиенко прошла по следам дятловцев. О чем молчит загадочное место, и почему спустя десятки лет сотни туристов отправляются на перевал? Результаты расследования ежедневно с 26 января в 9 вечера в программе «Сумма мнений» на ЕТВ. Добрый вечер. В прямом эфире ТВ программа «Сумма мнений». Мы продолжаем. Сейчас поговорим о том, что в самом начале часа мы заявлялись о том, что блогеры слишком много разговаривают. Писатель и журналист Алексей Беляков считают, что беда России не в дураках, а в умниках, которые сидят в своих интернетах и сокрушаются. О судьбах России, сопредельных государств, о выходках карикатуристов, о новом фильме «Звягинцево», естественно. Интеллигент должен найти в себе повод для обеснования. Сейчас мы обсудим эту тему с нашими гостями. Евгений Фатеев, директор креативного агентства «Стрит-Арт». По правую руку от меня Борис Зыскин, доцент кафедры автоматики и РИТ РТФ и преподаватель УРФУ. И как-то почему-то я странно даму приглашаю к эфиру. В последнюю очередь Елена Теребенина, издатель журнала ИКБ «Собака.ру». Здравствуйте. Друзья, друзья-интеллигенты и блогеры, коллеги, часто ли Вы находите в себе повод для обеснования интеллектуального? Да, Евгений. Я просто позволю себе не согласиться с этим мнением, которое звучало, потому что я полагаю, что мы мало говорим. Мало? И вообще очень мало говорит. Россия и мало говорит, а поэтому она и некачественно говорит. То есть, а качественное говорение родится из много говорения. Мы очень мало говорим, мы очень мало про себя говорим, мы очень мало, у нас очень мало нами порожденных концептов. Поэтому, слава тебе, Господи, в соцсети появились, в которых что-то говорится, хотя бы качественно говорится. Оно некачественно иногда говорится, очень сильно некачественно. Как оценивать? Я, например, каждый же по-своему судит. Конечно, в соцсетях очень много копипасты, без тупого и так далее, но я просматриваю, например, френд-ленту свою, вот свято уверен в этом. И я уже думаю, что кто-то это собирает, я должен признать, что это вообще литература уже, это актуальная российская литература, на мой взгляд. Просто сетевая. Невероятно. Я не вижу разницы, если честно. Поэтому то, что я вижу. Понимаете, есть какие-то, это как говорят, в телевизоре показывают насилие, я недавно его посмотрел. Нифига не показывают. Показывают любите бабушек, любите детишек и так далее, везде просто. Так и здесь. Да, есть какие-то очень провоцирующие темы сейчас. Очень некачественное говорение про Украину. Некачественное, очень плохое. Я вот, например, даже не хочу в этом участвовать лично. Но если говорить про массу других тем, поднимаются потрясающие темы. Соцсети провоцируют просто фиксацию нашего наследия, которое, например, книга «Искусствоведы» не могут себе... Этого нет просто. То есть сегодняшняя, например, российская литература и история искусства пишется в соцсетях. Это очень важная работа. Поэтому говорения мало, его еще больше должно быть. Может, тогда что-то и родится интересное. Лена, у меня вопрос к тебе. Поскольку ты представляешь, с одной стороны, глянец, который, в общем, оффлайн такой, да? И являешься блогером, достаточно активным блогером. Как это сочетается и не рождает ли это какого-то конфликта внутреннего? Мне кажется, у каждого человека, который заходит в сеть, есть свои принципы, на основе которых он формирует то или иное мнение. И, наверное, каждый знает, зачем он пишет. Я для себя, я уверена в этом все-таки, что люди задумываются иногда, зачем они это делают. Я для себя определила принципы, о чем я пишу. В первую очередь, я пишу о том, что меня восхищает. Если меня что-то удивляет и восхищает, и если я узнаю что-то новое, и мне хочется поделиться этим с другими людьми, я пишу только об этом. Я никогда не комментирую какие-то фильмы, никогда не комментирую что-то, что мне не понравилось. То есть я выкладываю действительно только позитивное, формирую такое отличное настроение. Но существует, конечно же, большое количество людей, которые в том числе выкладывают одни отрицательные мнения. И вот мы уже разговаривали с Борисом Евгением сейчас до эфира, что с этим связана особенность человека. И связана она с тем, что о нем можно судить по том, о чем он пишет. То есть это есть некое убеждение у человека, или есть некие стереотипы. Или, может быть, это все-таки маска. Или маска какая-то. И вот по комментариям человека, по сути, можно составить его портрет, что его очень сильно волнует в жизни. Поэтому, если рассматривать это с этой точки зрения, это как инструмент для формирования портрета человека, и вообще близки его ценности тебе или нет, это прекрасная возможность очень быстро сделать выводы. И что самое интересное, многие люди, которые пишут отрицательные комментарии или выкладывают что-то негативное, в жизни являются тихими, совершенно мимимишными, или, наоборот, забитыми. То есть это такой способ самовыражения, который ты не можешь сделать в обычной жизни. Вот, например, относительно молодых людей, которые отрицательным образом комментируют красоток, я заметила, что эти люди не умеют выстраивать отношения с женщинами. Ну, возможно, это такая внутренняя месть за слабость при формировании отношений. Удовлетворение своё, вот это невозможности с ними знакомиться. Конечно. Поэтому здесь очень важно, а как мы к этому относимся, к этим комментариям. Потому что есть люди, которые относятся к этому нейтрально, да, а есть те, кого это захватывают и не вступают, заводят и не вступают в активные полемики. И с троллями разговаривают изо всех сил. Борис, не слишком ли много пустых разговоров? Я просто, поскольку я читатель всех ваших блогов, то я, в принципе, могу себе составить представление, возможно, в отличие от наших телезрителей. Евгений очень красивые про искусство, картинки, истории постит в основном. Елена, поскольку редактор журнала, то её... То, что в городе происходит. Да-да-да, она об этом и информирует. А Борис, у него очень разнонаправленные его интересы, насколько я могу судить, от женщин до высокой политики. Ну, это такое частое... Заблуждение? Ну, вообще, да. У меня есть, на самом деле, план, который всё это объединяет. Но он такой очень далеко отстоящий, поэтому, соответственно, я как бы собираю мозаику. То есть, идея комплексного проекта, она на самом деле проста. То есть, я в какой-то момент осознал, что мне просто не нравится та среда, в которой я живу. То есть, соответственно, я начал искать альтернативы, и каким-то толчком послужило, наверное, два фильма. Вот это были культовые «Заид Гейст», был фильм такой. И, значит, вообще вот Жак Фреско со своими идеями. В какой-то момент я осознал, что вот есть действительно люди занимаются, они пытаются создать какой-то образ желаемого будущего, понимаете? То есть, того, которое... То есть, надо сначала представить, куда ты хочешь попасть, чтобы туда попасть. Ну и, соответственно, я начал этими вопросами заниматься с разных сторон. Ну и оказалось, что проект-то комплексный. И проблема заключается в чем? Что, значит, есть вопросы технологические, есть вопросы экономические. Но самая большая проблема, как это оказалось, что вообще, по большому счету, все такие проекты умирают на чем? На том, что нормально не выстроены социальные правила жизни. То есть, как это все социально оформить? То есть, общество атомизировано, все, значит, воюют против всех. Мне бы хотелось твое мнение услышать, почему ты это делаешь. Я это делаю, потому что я считаю, что... То есть, у меня вообще есть мечта. I have a dream, да, как говорил один герой. То есть, я действительно пытаюсь найти какие-то варианты. Значит, соответственно, это постоянно вызывает споры, обвинения в меня в каком-то таком шапкозакидательстве. И я периодически тоже срываюсь на какие-то разговоры, на тему, что сейчас-то... Почему этот мир не лучше из миров? Ну, вот, возможно, эти разговоры пусты, но я не обладаю таким вот, как коллеги, упорством и четкостью, значит, позиционирования. У меня нет как бы такого вот... То есть, мои высказывания, они более эмоциональны, конечно. То есть, у меня нет какого-то бизнеса, какой-то деловой направленности именно в ведении своего блога. Поэтому я стараюсь просто... То, что мне интересно, а так как оно достаточно обширно, то получается, что я вроде немного разбросан. У нас остается, к сожалению, не очень много времени. Мне бы хотелось у каждого из вас все равно поинтересоваться. Почему каждый решил, что он может высказывать свое любое абсолютно мнение? То есть, потому что в сетях очень сложно человека найти. Ну, по крайней мере, вот данную секунду, там, не набить морду, если ты с ним не согласен, или не пойти стреляться по какому-то принципиальному вопросу. И почему все недовольны в основном? Как вы считаете? С вас начнем? Недовольны чем? Не всем недовольны, абсолютно. Ну, это наши русские жители. Поэтому, я и помню, по советскому времени все жалуются на дефициты, у всех полные холодильники. Поэтому... Нет, наша культура... Это ментальность. Это ментальность, наша культура самоучижения. То есть, она... Она, кстати, нам очень здорово мешает. То есть, мы гораздо лучше, чем мы думаем о себе, на самом деле. Вот, поэтому... Можно сколько угодно говорить про ВВП и всякую фигню, а на самом деле, главный стоп. Это то, наша самооценка. Она у нас очень низкая. Это очень плохо-плохо. А как у нас поднимется самооценка, сразу в соцсетях перестанет быть настолько приятно находиться нам, да? Потому что уже нечего будет обсуждать, все будут довольны. Нет, нет, нет. Соцсети сегодняшние, это всерьезно, долгое, и это особенное. То есть, мы соучаствуем все... Многие горожане в каких-то соцсетях сейчас, да? Поэтому это мы уже, и можно говорить. То есть, это уже не какие-то там отдельные, как раньше ЖЖ было. Вот, поэтому... Нет, сейчас происходит очень серьезная революция. Очень серьезная. Сейчас происходят процессы, которые мы с вами понять до конца не можем. Мы их можем только обсудить. Мы, ну, не знаю, мы как слепые, вот эти вот за хвост слона, может быть, держим. То есть, это... У меня нет суждения на эту тему, честно. Я сторонник немножко другого. То есть, как я пришел в соцсети, я сторонник следующего. Я верю в следующее, что скоро суждение... Сегодня соцсети привели к следующему, что соцсетевое суждение, это уже есть власть. То есть, скоро к суждению будут применяться такие категории, как легитимность и все прочее. Вот я сейчас играю в легитимные суждения. То есть, в те суждения, за которыми что-то стоит. Женя, я вас вынуждена прервать, хотя это безумно интересная тема. У вас по минуточке буквально, у каждого. Отвечаем на вопрос, почему люди себе позволяют, да? Почему все недовольные? Почему все позволяют себе? Может быть, недовольные, но позволяют себе делать отрицательные, получается, комментарии. Я полностью соглашусь с Евгением, потому что это от нашей недостаточности самооценки возникает. Но вообще, я думаю, что это еще дополнительное проявление агрессии. То есть, человек находится на улице, он иногда не может противостоять чему-либо. При накоплении всего этого появляется случай, он эту агрессию в сеть сливает благополучно. Поэтому вот одна из причин, почему появляется, я думаю, что это определенный уровень агрессии, с которым мы еще, к сожалению, не умеем работать. А стрессов очень много. Это же замечательно, что они приходят с улицы. Они же не на улицах себя, слава богу, проявляют, приходят, и теперь у них есть некая... Ну, смотря сколько... Есть же альтернативные способы. Можно в лес выйти, поорать, да? Ну, это тем, кому недоступен. Да, там взять бойцовские перчатки и грушу побить. Есть другие способы альтернативные, как выбить из себя. Действительно, уровень стресса и уровень информации возрастает с каждым годом все больше и больше, особенно в городе. В общем, соцсети это релаксники. Конечно, для некоторых это действительно... Обсудил горячие новости, и все, пар вышел и пошел спокойно спать. А кто-то на бродки. Вынуждена тебя прервать. Борис, ты ведь вот часто недоволен. Я считаю. Нет, я считаю просто, что у нас просто есть проблема с канализацией. То есть у нас мало возможностей у людей выразить свое собственное мнение. Проблема с канализацией, ты сейчас что имел в виду? Канализация своих пожеланий. У нас вообще проблема с обратной связью. То есть мы сливаем. То есть мы просто... У нас это способ слива, так сказать, даже, возможно, какой-то креативной энергии, какой-то неудовлетворенности, невозможностью что-то сделать реально. Нам приходится... И вот эта неудовлетворенность выливается вот в это брюзжание, которое на самом-то деле могло бы... То есть были бы возможности что-то реализовать, там хоть скамеечку в парке поставить. Это из серии... Это бы энергию да в мирное... А это бы энергию да в мирное русло, потому что и вот этих русел-то нет практически. Друзья мои, блогеры, пойдемте обратно в Facebook, потому что эфир наш заканчивается. Спасибо, что вы с нами сегодня были. Встретимся на следующей неделе, друзья. Но не расходите в завершении программы. Хочу вас пригласить за кулисы театра оперы и балета, где сейчас полным ходом идет работа над первой премьерой 2015 года. Опера «Ригалетта». Что там делают хипстеры, сейчас нам расскажет Оксана Маклакова. Трагедия обманутых надежд, как по нотам. Первой премьерой наступившего года в оперном станет «Ригалетта». Знаменитое произведение «Верди» в новой постановке обрастет новыми смыслами. Режиссер Большого театра Игорь Ушаков обдумывал этот спектакль полтора года. За это время герои пьесы «Гюго. Король забавляется», по мотивам которой и было написано либретто, стали для режиссера родными и понятными. Они стали, что называется, моими современниками. И я чувствую их боль. Я знаю, о чем они тоскуют и о чем они радуются. И я это понимаю. Со временем ты как бы вживаешься в эти персонажи. И в голове сидит, волей-неволей сидят эти 5-10 персонажей. И ты пытаешься найти им какое-то там применение в современности. С одной стороны это хорошо, с другой стороны это такой маленький шажучек. В сумасшедшему дому. Я видел ее, по-моему, в Ковенгардене, там на английском пиле. И регалетто был бармен, красивый, в белом пиджаке. Я такой роскошный, марлуро, из-под ногтей ножом вычищал. Но вообще очень ярко. Там на английском языке немножко либретто, видно, переделано было. Так что это все же, так сказать, в нашем деле самое главное все-таки не фантик, а конфетка. А конфетка здесь интересная должна получаться, потому что режиссер ищет другие смыслы. Знакомый текст и новый подтекст. Жестокий век, жестокие сердца. По мнению исполнительницы, главной роли это по-прежнему актуально. И без разницы какой на дворе век, 16-й или 21-й. В истории и боли, джильды, многие современец могут узнать свою боль и свою историю. Быть может, еще более циничную. Не секрет, что сейчас, сколько, каждая четвертая женщина бывает изнасилованной. И все это знают, видят по телевизору, и как это страшно. И мы видим, как родители переживают. У меня подруга перенесла этот шок. Я знаю, что это такое, я это видела. И это страшно, если в это как бы погружаться, в суть, в этот психологизм. Это, конечно, героиня непростая. Здесь все идет в такой а-ля 60-х, 70-х годах. И костюмы, и весь реквизит, и все, и так далее. И мы работаем в одном павильоне, где возникают разные картины. Цвет желтый с красным, чуть-чуть белый. Дизайнерские вещи, яркие цвета и минимализм в сценическом интерьере. Неожиданные и легкие визуальные образы такого нового регалетта словно уравновешивают тяжелый и непростой разговор о сломанных судьбах и человеческой боли. Герцог и его свита здесь ходят в хипстерских костюмах и прожигают свою жизнь, передвигаясь с одной тематической вечеринки на другую. И, разумеется, для каждой вечеринки должен быть свой наряд. В данный момент у меня в работе больше 70 костюм. И испанские, и вот эти все цветные костюмы, которые вообще индивидуальные, ни один не повторяется.